Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного Университета Фонда Рабочей Академии. Занятие у нас сегодня семинарское, поэтому я надеюсь, что все товарищи, которые здесь присутствуют, выскажутся по вопросам, которые были поставлены. Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук. И тема нашего семинара сегодня – логические переходы категории бытие, ничто, становление, нечто. И для того, чтобы нам как-то погрузиться в эту тематику, я думаю, что мы поступим следующим образом. Первую часть сегодняшнего семинара я дам высказаться товарищам. И мы давайте пойдем просто по категориям науки, логики. Начнем с самой первой категории и попытаемся пройти как можно дальше. Посмотрим, что у нас получится из этого. Ну и, собственно говоря, изучая эти категории и изучая переходы между ними, мы попутно ответим на те вопросы, которые были к семинару подставлены. После того, как мы дойдем до кого-то, мы остановимся. И я выскажусь о тех работах, которые я проверил на данный момент. Пришло примерно где-то 150-160 работ, 160, наверное. Я проверил половину, то есть 80 работ я проверил. Сразу хочу сказать, что сегодня такая необычная ситуация. Я поставил один незачет. Я прокомментирую эту работу, но там товарищ как-то уж совсем ничего я не смог найти в этой работе. Но я думаю, что товарищ исправится, поправят и дальше все будет хорошо. Всем остальным товарищам, которые я проверял, я поставил зачет, либо зачет с замечаниями. Хочу сразу сказать, что с предыдущего занятия поступило много комментариев о том, что, мол, да, не проверяются работы. Дорогие товарищи, все-таки высказаться по каждой работе из 150-160 сегодняшних, а в прошлый раз их было еще больше, я не смогу. Просто физически. Основные ошибки, которые делаются товарищами, мы сегодня разберем. Так же, как мы разбирали на моем предыдущем семинаре, и так же, как все ошибки по вопросам разбирались на семинарах, предыдущих семинарах моих коллег, преподавателей. Так что, слушайте семинар, изучайте те ответы, которые мы даем, смотрите на те ошибки, которые мы обсуждаем, и, собственно говоря, сверяйтесь с тем, что есть у вас. Письменных комментариев ни на одну работу я дать не могу. Все, что дам, все будет устно. Ну что, товарищи дорогие, давайте мы начнем наше движение категории в науке и логике. Кто хочет начать с самого начала, пожалуйста, выходите, представляйтесь, вам слово, вас слышат сотни людей, как минимум, или услышат. Вот сюда вставайте. Я думаю, ну, мы можем давать, давайте микрофон лучше. Или громко говорите, громко, как будто вы выступаете. Отлично. Первая категория – это чистое бытие. Так, а вот вы так схватились, чистое бытие. Почему первая категория – чистое бытие? Как раз это один из вопросов, и давайте его сразу же разберем и осветим. Почему первая категория – чистое бытие? Особенно это интересно в том смысле, что Гигель-то тратит, он больше для себя, вот материалисту понятно, почему чистое бытие. А он для себя, видимо, там тратит, там страниц 20, наверное, он прям пытается объяснить себе в основном, почему чистое бытие надо брать первому. Давайте коротко скажите о том, почему это так. Чистое бытие, что можно о нем сказать, потому что оно есть и… Ну, это вот вы уже взяли чистое бытие как таковое, да? А почему мы чистое бытие ухватили вообще? Давайте возьмем что-нибудь другое. Я. Как вот там Гегель предлагает брать за первую категорию я. Что у нас получится? Вот, ну, вы же изучаете, вы же пытаетесь движение, как бы, мысли изучить, правильно? Да. Ну, вот возьмите себя, как первую категорию я. Да. Так, ну, почему с нее нельзя начать? Или давайте… Потому что я, во мне уже что-то есть. Не во мне, не в вас. Это вы как-то губь. А вы, просто вы, есть, значит, есть, когда вы сказали это, есть, вы обнаружили это бытие уже. Значит, перед категорией я она, получается, не… Не существовала. Но она взята не как абсолют. Да. Она опосредствована. Вот мы показали ее опосредствование. Да? Она опосредствуется, по крайней мере, бытием. Но, на самом деле, у этой категории значительно больше опосредствований. То есть, мы видим, что бытие, оно, как бы, стоит впереди. А почему чистое? Да. А как нам чистое? Почему мы чистое бытие берем? Что такое чистое бытие? Смотри, вот так. Ничем не замыкненное. Ну, так можно говорить, да. Но… Что внутри нет. Да, вот Гегель говорит, нечего в нем созерцать. Он просто есть. И что о нем можно сказать еще? Нечего о нем сказать. Вот. И так Гегель и пишет. И нечего о нем сказать, как это таково. Просто есть и все. Вот самое первое. Что бы мы не ухватили. Первое, что про это можно помыслить, что оно есть. Но если мы это взяли, перед нашим мысленным взором это поставили, значит, оно есть. И вот это просто, когда есть и оттолкнулись от всяких других определений и определенностей. Мы, может быть, сегодня поймем, в чем это различие определений и определенностей. Мы говорим именно о чистом бытие. Так. Берем чистое бытие. Что нам надо дальше делать? Дальше надо посмотреть. Куда? Куда? Нет, правильно. Смотри. Куда мы смотрим? Всякое движение. Нет, нет. Это правильно. Сейчас мы до этого дойдем. Давайте определим всякое движение, которое мы будем делать, рассматривая категории науки и логики. Мы рассматриваем... Переход. Категорию. Что нам нужно делать? Вот. У нас нам нужно определить следующее движение. Что нам нужно рассматривать? Следующее, что мы рассматриваем чистое нищество. Нет, чистое нищество. Давайте вот мы... Еще раз. Мысль должна идти медленно, но четко. И даже если она идет медленно, значит, мы первую категорию, которую рассматриваем, это чистое бытие. Рассматриваем ее. Рассматривайте. То есть, не просто она переходит, а так надо сказать. Мы всегда рассматриваем то, что у нас было последнее. Мы не прыгаем куда-то вбок, вправо, влево. Вот мы договорились, что берем в самом начале чистое бытие и начинаем рассматривать эту категорию чистого бытия. Рассматривайте. Какими словами, чтобы мы ему сказали? Нет, неужели. Так. Рассматриваем. Мысленное, но... Не пели. Ну, правильно. Откуда он берется? Ничто. Что о нем можно сказать о чистом бытие? О чистом бытие нечего сказать. Так. Мы его посодерцаем. Тихо-тихо-тихо. Никуда пока ничего не переходит. Не торопимся. Вы сказали, что о чистом бытие нечего сказать. И что из этого следует? О том, что нечего сказать о чистом бытие. Что при нашем рассмотрении у нас уже появилась другая, следующая категория, которую мы хотим ухватить. Ее надо выцепить из этого. Оттуда, где она появилась. Давайте выцепим из этого рассуждения. Нечего сказать. Какой мысль мы пришли? Ничто. Вот. Мы пришли к мысли о ничто. Давайте немножко на шаг отстойм. Значит, мы, получается, рассматривали чистое бытие, а пришли к ничто. Подождите. Ничто пришли. Нечего сказать. А теперь мы эту категорию должны назвать. Вот давайте ее назовем. Какая категория это будет? Ничто. Нет. Чистое ничто. Вот мы как раз тут и появляемся. Это просто название категории. Чистое ничто. А почему мы чистое ничто назвали? Потому что в нем не видно бытие. Не, не, не. Просто в нем. А, ну, а посредством оно вообще добытием? Первый раз. Да, мы просто первый раз ничто встретили. Тут как бы чисто вот так получилось поисторически. Мы первый раз его встретили, а оно вышло из чистого бытия. Поэтому давайте назовем его чистым ничто. Так, хорошо. Дальше двигаемся? Или вы как? Дальше, получается, что? А дальше что мы делаем? Что мы делаем? Не, не, не. Оно никуда не появляется у нас пока. Что мы делаем дальше? Рассматриваем чистые ничто. Отлично. Рассматривайте. Мы говорим, что оно есть. Отлично. Мы приходим к мысли о том, что оно есть. И что это значит? Значит, оно бытие. Да. Это значит, что оно перешло в бытие. Дальше. Дальше, значит, мы видим бытие. Не, 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 все перешло в бытие. Да. А значит, в бытие так, бытие становится переходит от чистого ничто, значит, оно уже нечистое. Ну, да, оно уже посредственно двумя категориями. То бытие, которое мы сейчас взяли с вами. Хорошо. Дальше. Дальше мы видим становление. Не, 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 не. Как-то рано. Рано. Значит, мы заметили... Первый факт. Мы заметили, что чистое бытие перешло в чистое ничто. Потом мы заметили, что чистое ничто перешло в бытие. Теперь... Не, 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 не бытие еще никакое не появилось. Теперь, раз чистое бытие перешло в чистое ничто, то и бытие переходит в ничто. Так ведь? Значит, у нас теперь непросто. Раньше у нас были рядом положены бытие и ничто. Ничто и бытие. Мы к ним подходили просто. Подходили и рассматривали. А теперь мы видим. Ну, давайте увидим, что бытие переходит в ничто. Ничто переходит в бытие. А дальше что? И опять то же самое. Ничто переходит в бытие. Бытие перешло в ничто. А ничто перешло в бытие, значит, нет на самом деле просто бытия и ничто. А какие есть? Есть движение бытия. Подождите. У нас на самом деле бытие и ничто получили некие определенности здесь. Хотя мы еще не знаем, что такое определенность. Теперь есть бытие и ничто. У нас есть бытие, переходящее в ничто, и ничто, переходящее в бытие. Вот с такими определенностями у нас бытия. У нас не просто бытие и ничто рядом положено. А бытие, переходящее в ничто, и ничто, переходящее в бытие. Это уже что-то более новое. Правда ведь? Нежели бытие и ничто просто так. Хорошо. Спасибо. Давайте. Кто следующий готов? Пожалуйста. Мы можем заметить, увидеть, то, что бытие перешло в ничто, а ничто перешло в бытие. И это два момента. Нет, пока никаких моментов у нас нет. Мы вот с предыдущим товарищем, который отвечал, рассмотрели бытие, рассмотрели ничто и выяснили, что не бывает просто бытия и просто ничто, а бывает бытие, переходящее в ничто, и ничто, переходящее в бытие. Давайте вот эти мысли будем рассматривать. Это два движения, получается, правильно? Так. Вот. Получается, движение бытия, переходящее в ничто, и прихождение. Не, не, подождите. Прихождение – это момент. Это момент. Вам нужно категорию сначала раскопать, в которой эти моменты вы потом различите. Встановление. А как ее получить, то, категорию? Ну, пока у нас просто бытие, переходящее в ничто, и ничто, переходящее в бытие. Все, вот эти вот такие два бытия – ничто. А как к становлению-то нам попасть? Ну, здесь надо заметить, что мы берем бытие, и сразу же попадаем в ничто. Берем ничто, и сразу же попадаем в бытие. И нам как бы не остановиться. И как только мы хватаем одно, оно исчезает в другом. И как только мы хватаем другое, оно исчезает в первом. Поэтому нет просто бытия, переходящее в ничто, ничто, переходящее в бытие. А есть уже вот это самое движение, исчезновение, бытия в ничто, и ничто в бытии. И оно называется становление. Вы заметили, что это движение бесконечное? Оно бесконечное. Что бы мы ни взяли, оно перешло. Взяли другое, оно опять перешло. И вот это вот движение, исчезновение, бытия в ничто, в ничто, в бытии есть? Становление. А почему становление? Потому что... Можно я с вами... Да, нужно. Вот. Потому что еще как бы бытия нету. Нет, вопрос такой. Почему становление? Почему это вот... Вы почему начали говорить про становление? Потому что... Как движение идет в диалектике? Мы что-то находим, а потом то, что нашли, мы что делаем с тем, что нашли? Рассматриваем. Но перед тем, как нашли, мы обычно его называем. И становление – это просто название. А откуда это название взялось? Знаете? Ну, это категории, которые выведены в историю. Ну, а название-то откуда самого... Да. А, кстати, правильно. Правильно, правильно. Значит, да. Вот это становление, это некое... Это Гегель просто взял из истории философии вот эти названия, этих категорий, и он их систематизирует. И он их систематизирует не в том смысле, что мы сначала берем становление, а потом найдем, куда бы его всунуть. А в том смысле, что мы нашли движение, исчезновение, бытия в ничто, и ничто в бытии. И вот эту категорию Гегель пытается найти в истории философии. И название такой категории, она в истории философии была. Становление до Гегеля было известно. Вот с определением, мы сейчас будем попозже рассматривать, уже было туговато. А с становлением было все хорошо. И он говорит, что вот это становление... То есть, он берет просто название из истории философии. И говорит, что вот эта категория теперь называется становление. Вот почему становление. Это просто имя. так давайте дальше что дальше делаем хорошо рассматривайте нужно сказать что становление есть бесконечное движение движение исчезновение бытия в ничто и ничто в бытие а значит мы можем вот теперь увидеть еще два движения то что в бытие перешло в ничто мы уже рассматривали то что у нас бытие не просто бытия бытие переходящим не что они что переходящие в бытие так нет мы до откуда эти моменты берутся правильно можно так говорить но здесь вот моменты как они исторические не исторические логически в этом движении появляются в движении категории имеют они появляются как противоположные движения в одном движении у нас есть движение одно исчезновение бытия в ничто а ничто в бытие это одно движение да и в этом движении мы разделяем два противоположных момента два противоположных движения прошу прощения которые называются которых мы назовем мы назовем моментами вот мы пока Теперь давайте эти моменты рассматривать. Первый момент. Переход бытия в ничто есть прихождение. Да. Переход бытия в ничто есть прихождение. Отлично. Причем, смотрите. А почему мы раньше не назвали прихождение? У нас бытие переходило уже в ничто. А мы там как бы не пытались назвать это движение каким-то образом. Мы именно здесь этому движению пытаемся найти название. Почему? Потому что только в становлении нам удалось определить вот эти моменты. Да, потому что моменты существуют нераздельно. Там они как бы рядом валялись просто, так сказать. Они так логически разделились. А потом мы их различили в одном движении. И в одном движении они неразделимы. И поэтому именно здесь мы им как моментом уже даем название. Давайте название. Переход в ничто. Мичто пришло в бытие. Этот момент называется возникновением. Прихождение получается это бытие. А возникновение это ничто. Ну поскольку первое там. Почему? Потому что бытие переходит в ничто. Прихождение. Значит оно бытие. Вот стало быть оно есть. А возникновение ничто. Потому что там ничто переходит в бытие. Все правильно. И тут надо заметить, что в становлении, как бы получается становление. И оно представлено двумя моментами. Возникновение и прихождение. И кажется, что при таком рассмотрении бытие и ничто они куда-то улетучились, пропали. Но на самом деле нет. И вы об этом сказали. Что возникновение это ничто. А прихождение это бытие в становлении. Так? То есть бытие и ничто оно никуда не пропадает. И это надо всегда помнить. Потом, когда мы будем возвращаться к становлению, рассматривая более богатые категории. Мы должны всегда помнить о том, что вот есть эти бытие и ничто. Они в становлении есть. Хорошо. Спасибо. Так. Кто следующий готов рассмотреть становление? Давайте, товарищи. Давайте. Не стесняйтесь. Леонид Тегал. Вот так мы имеем два движения. То есть движение ничто к бытию, короче, к мечту. И движение бытия к мечту, короче, получается у нас к бытию. Два бытия положенных движений. Так. Вот они дают нам разность. Вот они находятся сначала у нас в таком беспокойном. Что значит они дают нам разность? Вот здесь. То есть вы слова вроде правильно говорите? Которые нам нужно сказать? Они находятся в беспокойном единстве. Они все время перетекают. Одно в другое. Одно в другое. Вот. Вот это движение идет. Включает одно противоположное другому. И оно минусуется. Что значит минусуется? Ну, дает разность. Нет, не так. Не так. Немножко не так. Значит, мы там немножко, на самом деле, если мы остановим назад, вспомним. Когда мы рассматривали бытие и ничто, на самом деле Гегель говорит, что нельзя различить бытие, отличить от ничто, и ничто отличить от бытия. Они как бы, если вы поменяете одно с другим, то ничего не произойдет. Потому что, как он говорит, что в чистом свете также ничего нельзя различить, как в полной темноте. Поэтому раньше, в принципе, их можно было перепутать. То есть, бытие и ничто, они были равноположны. И они могли так перепутаться. А здесь, в становлении, нам обязательно, чтобы... То есть, они были одинаковые, в принципе. Разности бытия и ничто, вот в предыдущем рассмотрении, не было. А в становлении эта разность есть. И становление существует. Правильно сказать, становление есть. Благодаря разности, ничто и бытие. Вы заметили, что если разность бытия и ничто, если они одинаковые, если бытие и ничто, это одно и то же, то становление не будет. Потому что это все-таки движение исчезновения. То есть, вот это движение, исчезновение бытия, ничто и ничто, бытие, оно и определяет становление как таковое. Ну, становление, они едины. Не, не, не едины. Они разные. Разные, разности. Ну, единственное, единство этой же есть. Какая-то совокупность вещей, которые разные. Но, тем не менее, объединены чем-то. Так, значит, давайте про разность поговорим. Становление есть благодаря разности. Бытия и ничто. Вот оно есть благодаря разности. Если бытие и ничто в становлении это одно и то же, то становление нет. Оно сразу же пропало. Это не к чему переходить одно в другое. Я не сказал, что одно и то же. Вот. Но, при этом, надо дальше, как бы, дальше сказать. Но мы замечаем, что одно исчезает в другом. Одно исчезает в другом. Вот становление проходит от и до. И одно исчезает в другом. И у нас получается иное что-то такое. Простое. Не так. Спокойное простое. Значит, становление есть благодаря тому, что мы можем различить бытие, и ничто в нем. То есть, есть разность между бытием и ничтом. А при этом они друг в друге исчезают. И исчезает их разность, соответственно. Если одно исчезает в другом, то и разность исчезает. Логически вот так мы рассуждаем. А если одно исчезает в другом, а становление было благодаря этой разности, то исчезает и само становление исчезает. Вот, получается, мы копали-копали. Докопались до становления. И тут мы логически приходим к выводу о том, что это самое становление исчезает. Потерялось. Становление исчезает. Исчезло. Все, расходимся. Всем спасибо. Закончена лекция. Семинар. Так? Или не так? Ну, теперь мы рассматриваем то, что получилось в результате. Да, вот тут надо пару слов сказать. Иначе, если мы не скажем эти слова, тогда как раз то, что я сказал, надо расходиться. Становление исчезло, расходимся. Ну, у нас получилось. Нет, у нас пока получилось, что становление исчезает. Давайте продолжим эту мысль. Становление исчезает. Как продолжить эту мысль? Ну, мы возвращаемся в историю, так сказать. То, что было у нас. Не, не, не. Не надо возвращаться в историю. Здесь надо нам выводить новую категорию. Как раз... Ну, понятно. Тут происходит... То есть у нас происходит снятие. Вот. А объясните, почему эта категория появляется? Ну, потому что у нас вот... Что такое исчезает? Давайте мы... Сыновление исчезло. А что это значит? Скажем так, оно... А что это значит? Отрицание. Отрицает, да. Произошло того, что было. Можно говорить, что исчезание – это, знаешь, отрицание. Но, тем не менее, оно у нас было. А что это отрицание, кстати? Как категория отрицания прилетела? Сейчас... Вылетело из головы. Это вот... Видите здесь, в чем вопрос? Что, казалось бы, такие... Ну, все знают, что такое отрицание. Кого-нибудь спроси, все знают, что такое отрицание. Все пользуются этим. А сказать никто не может. Не. Вот, правильно. Это очень вам подсказывается. Это просто не. Не. Так. И... То есть, значит... То есть, в голове нам показывает... Нет, пока оно нам ничего не показывает. Пока мы увидели, что становление исчезает, то есть, отрицается. А теперь нам надо понять, что такое отрицание. И какое отрицание вообще бывает. Вот мы приходим к снятию. А это такая категория, которая... Ну, то есть, это отрицание с удержанием. С удержанием того, что... Но мы не пришли к снятию. А надо было двигаться опять. Сначала мы получаем категорию, а потом ее называем. И движение это заключается в данном случае, в следующем. Мы говорим, что становление отрицается. Но зрячего отрицания в философии не бывает. Если вы возьмете... Всегда, когда мы что-то отрицаем... Я вот отталкиваю ноутбук, я к нему прикасаюсь. То есть, я удерживаю. Никогда не бывает просто отрицания. Бывает только отрицание с удержанием. И это отрицание с удержанием мы будем называть снятием. Вот такое движение должно быть. И теперь, когда мы говорим отрицание... Вот с этого момента, когда мы вот это определили... Мы всегда... Есть ли какое-нибудь отрицание, кроме снятия? Нет. Нету никакого отрицания. Всегда отрицание. И это только отрицание с удержанием. Так. Хорошо. Давайте мы тут еще забыли некоторые вещи сказать. Давайте про них скажем. Вот когда мы говорим об конкретных категориях и абстрактных категориях... Вы можете что-нибудь про это сказать? Вот категория чистого бытия, она конкретна или абстрактна? Она абстрактна. Почему? Ну, потому что мы ее можем только... Ну... Как сказать... Представлять. Почему? Односторонне. Да. Она взята односторонне. То есть она... Мы еще... Что такое противоречие не знаем, конечно. Но она взята односторонне, без противоречия. Вне противоречия. То есть она непротиворечива. А какая категория конкретно? Ну, снятие уже конкретно. А, становление. 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 А почему? Ну, потому что она противоречива. Она имеет две вещи в себе. Она имеет два момента. Два момента в себе. Противоположных моментов. И потом эти моменты дальше уже в сущности раскроются как противоречия. Но сейчас это просто два противоположных момента. То есть, уже не односторонняя мы рассматриваем. Эта категория не односторонняя. Так. А если мы говорим о категории чистого ничто? Она истинная? Она абстрактная. Так. И что? А я спрашиваю. Мой вопрос про другое. Истинная или неистинная? Истинная всегда конкретна. Вот, товарищ знает. Истинная всегда конкретна. Значит, какая категория первой истинная? Какая категория? Становление. Правильно. Получается, что первая истинная категория – это становление, потому что она конкретна. Вы сами это сказали только что. Так? Да. Хорошо. Давайте будем идти дальше. Нам нужно… Мы, значит, остановились на том, что мы рассмотрели становление и увидели, что оно снимается. Давайте рассматривать дальше. Готовы дальше рассматривать? Или мы кого-нибудь другого позовем? Нет. Как вы хотите. Если вы готовы, давайте рассматривайте. Знаете, как дальше мысль будет двигаться? Ну, дальше мы смотрим, что у нас получилось. То есть, у нас мы пришли в результате спокойной… Вы тут сразу же перепрыгнули, к спокойной простоте выходить перепрыгнуть. Так, не получится. Ну, то есть, перед снятием у нас произошло… Пока не произошло. Пока не произошло. Вы должны его в вашей мысли сделать. Сделать. Сделать это снятие. Произвести это снятие. Ну, да. Мы знаем, что мы отрицаем становление. Что-то должно остаться. А что должно остаться, пока не понятно. Ну, ладно. Давайте вы присаживайтесь. Давайте мы кого-нибудь другого. Спасибо. Другого кого-нибудь опросим. Товарищи, кто готов рассмотреть категорию становления и показать, как становление снимается? И что будет в результате? Я понимаю, что вы готовы, да? Да. Вы готовы? Готовы. Давайте. Не стесняйтесь. Надо снять становление? Да. Ну, сказали уже, что разность бытия и ничто в становлении исчезает. А так как становление покоится на этой разности, то исчезает становление. Это вы пока повторили просто. Да. То есть, становление отрицается. Но результатом этого отрицания является не ничто, а то, что опосредственно всем предшествующим развитием категории. Ну, там удерживается все предыдущее, да, в каком-то смысле. Это правильно. Но пока нам это не дает никакого перехода. К чему мы должны перейти? Ну вот, становление это беспокойное единство. Да. Отлично. Отрицание этого беспокойного единства является спокойной простотой. Почему? Ну, отрицание единства – это простота. А почему отрицание единства – это простота? Единство содержит многое, ну, несколько. Сложного. Сложного из простых. Соответственно, его отрицание – это простота. Так. А беспокойного отрицания – это спокойная. Так. Соответственно, спокойная простота получается. Отлично. Значит, в результате снятия становления получили спокойную простоту. Ну, спокойная простота и есть. Следовательно, это и бытие. Так. Какое? Отлично. Ну, почему я… Ну, когда вот это вот беспокойство, беспокойное движение снялось, получила спокойная простота, бытие, которое… Вот этот переход, движение, которое нам никак не удавалось ухватить. Мы хватали одно – получали сразу же. Хватали бытие – получали ничто. Хватали ничто – получали бытие. Теперь то бытие, которое мы получили, оно спокойное. Оно налицо. Вот. То, что называется – налицо. Поэтому это бытие называется «наличное». Ну, надо сначала, конечно, сказать, что это бытие не то, которое было в самом начале. Понятно. Оно обосредственно, оно уже тут снятием становления и так далее. Поэтому бытие – это называется «наличное». Ну, такое название просто. Наличное бытие в себе есть становление. Правильно. Почему? Ну, оно является снятием становления. Да. Оно там удерживается. Становление в нем удерживается. Потому что снятие, любое снятие удерживает все предыдущее. Соответственно, становление там удерживается. Так, хорошо. Соответственно, в нем есть ничто. Так. Ну, а конкретно – небытие, принято – бытие. И торопитесь, 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 торопитесь. Значит, «наличное бытие» есть в себе становление. Показали это. Дальше. В становлении есть момент. Ничто. Мы этот момент называли – это возникновение. Ничто есть там. Значит, какой следующий вывод? Значит, в наличном бытии есть ничто. Отлично. Мы раскопали в наличном бытии ничто. И что с ним надо сделать? Рассмотреть. Ну, рассмотреть, а хорошо бы назвать. И как это ничто в наличном бытие, которое мы раскопали, мы логически его нашли, называется? Определенность. Нет. Небытие. Оно называется небытие. Так. Хорошо. Небытие. Нарыли. Давайте дальше. Рассмотреть небытие надо? Ну, давайте рассматривать. Ну, оно в наличном бытии есть. Только в наличном бытии. Как момент. Так. Оно, во-первых, это небытие налицо или нет? Небытие? Да. Вот в становлении у нас эти моменты, они, как бы, были равноположены. То есть, в бытие переходило в ничто и ничто, и переходило в бытие. А здесь мы увидели бытие нашим мысленным взором, наличное бытие. А вы заметили, что для того, чтобы найти ничто, то есть, небытие в наличном бытии, нам пришлось покопаться. Поэтому небытие, оно как бы в наличном бытии не налицо. Так? Так. А теперь что мы рассматриваем? Ну, мы знаем, пока тут никакого единства нет. Мы знаем, что одно в другом. Небытие есть в наличном бытии. Нам нужно рассмотреть небытие. Ну, вот вы сказали, что оно есть в наличном бытии. Да. Если они в единстве. Ну, хорошо. Можно сказать, что они в единстве. Но это пока нам ничего не помогает. Небытие принято таким образом, что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью. Чего? Наличное бытие. Да. Значит, и что здесь получилось? Смотрите. Получилось следующее. Мы как бы нашли небытие, а потом мы пытаемся рассмотреть то, что у нас есть. Небытие рассмотреть. Но рассматриваем мы его еще таким образом, что мы помним, что это небытие, оно на самом деле, когда взяли это небытие, оно приняло форму бытия для нас в нашем сознании. Но мы рассматриваем его. Значит, оно есть. Значит, оно бытие. Но оно только что было в наличном бытии, да, и было небытием. И поэтому мы говорим, что на самом деле мы берем небытие, но принимаем его так, что конкретное целое имеет форму бытия. Давайте пример какой-нибудь приведем. Вот эта определенность наличного бытия, она есть где? То есть, что это за категория? К чему ее можно применить? Ну, ко всему. Правильно. Мы изучаем все общие категории. Поэтому все категории, которые мы здесь рассматриваем, можно применить ко всему. Ну, давайте пример какой-нибудь приведем. Можете привести пример определенности? Ну, вот стол. Это вот его наличное бытие. Он налицо. А какая у него определенность? Это вы хорошо, так можно сказать, но это уже ближе, когда мы будем рассматривать качество. Вот видите, что это не просто стол какой-то, а конкретный стол. На нем лежит, как минимум, один телефон. То есть, это не просто какой-то стол. Это стол с лежащим на нем телефоном. Что здесь является определенностью стола? То, что на нем лежит телефон. Да. Телефон является определенностью стола. Но! Мы рассматриваем этот телефон пока, как телефон, лежащий на столе. То есть, мы на самом деле еще рассматриваем стол. Мы не рассматриваем пока телефон. мы рассматриваем стол и у него есть конкретная определенность то что на нем лежит телефон и вот этот телефон будет как раз определенностью этого стола подходит такое не может быть своей определенность как сам не стул нет но это как еще раз мы сейчас когда будем рассматривать качество мы будем рассматривать реальность и отрицание но нам нужно взять наличное бытие со своей определенностью то есть мы сказать должны сказать наличное бытие и его определенность я человек в пиджаке пиджак моя определенность но когда мы говорим о пиджаке в данный момент мы говорим обо мне все таки то есть мы смотрим то на пиджак уже уже наш мысленный взор перешел на небытие очевидно что пиджак это мое небытие я не не пиджак также как стол и телефон мы рассматриваем уже небытие но еще в целое конкретное целое имеет форму бытия то есть мы рассматриваем пиджак еще как небытие но как он пиджак на мне вот в этом смысле мы рассматриваем определенность а потом наш если нашу наш взор переводим только на эту определенность и рассматриваем ее изолированно то что получается качество качество то есть когда мы берем уже и эту определенную телефон лежит на столе и мы уже наш мысленный взор перешли перевели на эту определенность то есть забыли как будто временно просто про то что телефон на столе лежал переводим наш мысленный взор именно на телефон и телефон уже стал для нас бытием и в этом случае это качество то есть мы оторвали как бы определенность от наличного бытия но мы мы это сделали только временно и когда как раз by говорит про качество он говорит что качество отрывается от наишь как бы ну что мы его оторвали от наличного бытия хотя на самом деле определенность никогда от наличного быть и я отрыва рвана не отравилась отрываться не будет то есть они всегда вместе определенность наличного бытия и наличное бытие. Хотя пока временно мы рассмотрели качество, как определенность, взятую изолированно. Хорошо? Спасибо. Ну что, двигаемся дальше. Итак, мы рассмотрели наличное бытие. Мы в наличном бытие нашли небытие, то есть ничто. Мы рассмотрели наличное бытие. Мы рассмотрели небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, то есть определенность наличного бытия. И теперь мы начали изучать эту определенность наличного бытия и взяли ее изолированно, и получили качество. Ну, назвали изолированную взятую определенность, мы назвали качеством. Давайте дальше двигаться. Кто готов пойти дальше? Ну, товарищи. Сложно. Сложно, непросто. Но двигаться-то надо. А то мы... Вот надо сказать, что категория определенности, она в философии, определенности наличного бытия, она в философии до Гегеля возникала. И, скажем, Спиноза, когда он говорит определение, он имел в виду именно определенность. Вот. То есть понятно было, что такое определенность. Но нам нужно как-то разрыть, не уверен, что мы сегодня до определения дойдем, но нам нужно сделать большой шаг к категории нечто. Определенное наличное бытие, наличное сущее или нечто. И, может быть, ну, по крайней мере, до изменений это мы должны найти. Уж как-то. Понять-то, что все исчет, все изменяется, мы должны. А то мы так разойдемся сегодня и не поймем, что все изменяется. Давайте. Кто следующий готов? Ну, давайте я, как бы, сделаю следующий переход, потому что он, может быть, не совсем очевиден. А потом мы попытаемся с нечто с вашей помощью пройти. Значит, еще раз. Мы рассмотрели наличное бытие. Мы рассмотрели не бытие. Мы рассмотрели определенность наличного бытия и качество. Качество у нас взято как положительное. Или Гейель говорит еще, по-моему, он говорит, сущее. То есть качество берется как сущее. Понятно всем, что качество по рождению, оно имеет отрицательное. Но оно родилось из небытия, вообще из ничто. Мы ничто дотащили до того состояния, что оно стало качеством. Поэтому качество – это нечто отрицательное в целом. Но мы его взяли как сущее. То есть то, что у нас перестало перед нашим мысленным взором. Мы придали ему форму бытия. Значит, и так как мы ему придали форму бытия, Гейель говорит, что нам надо рассматривать дальше качество и становление, которое, безусловно, есть в качестве. Вот оно представлено как форму бытия. Мы знаем, что в наличном бытии мы различили становление. А здесь нам становление дает масштаб для рассмотрения категории качества. В каком смысле масштаб? В том смысле, что нам надо его рассмотреть с двух сторон. Со стороны бытия и со стороны ничто опять. И когда мы берем качество, рассматриваем со стороны бытия, мы имеем дело с реальностью. Когда мы его со стороны ничто рассматриваем, мы имеем дело с отрицанием. Примеры давайте. Все хотят примеры. Здесь можно примеров привести много. Кто-нибудь может привести пример реальности. И пример отрицания. Что является примером? Все является примером. Правильно. Все эти категории могут быть применены ко всему. Ну давайте конкретное что-нибудь возьмем. Деревянный стол. То есть дерево будет определение стола. И реальностью этого стола. Реальностью стола, да. Хорошо. А отрицание? Не пластмассовый стол. Пластмасса будет отрицанием деревянности стола. Вот. То есть мы взяли качество. Мы не рассматриваем уже стол. А мы рассматриваем то, что он деревянный. Его... Сначала мы должны взять определенность его. То, что он деревянный. Дерево является определенность этого стола. И берем его как реальность. Как дерево. Деревянный. И как отрицание. Мы можем сказать. Не пластмассовый. Не металлический. Еще какой-нибудь. И это будет... Это будет то же самое качество. Но взятое со стороны отрицания. Со стороны ничто. И это будет та категория, которая называется отрицание. Так. Значит. Мы дошли до того, что у нас уже есть наличное бытие. Есть определенность наличного бытия. Есть качество. Есть реальность. Есть отрицание. Что делать дальше? Что делаем? Что? Что снимаем? Ну вот у нас есть. На самом деле не так много. Но все-таки еще раз назову. Наличное бытие. Есть качество. Есть реальность. Есть отрицание. Что про них можно сказать? Что нам нужно рассматривать? То, что они наличное бытие. Да. Как мы к этому придем? К этой мысли как мы придем? Тут все очевидно, в принципе. Очевидно все. Рассматриваем. Что мы рассматриваем? Реальность. Реальность. Давайте рассмотрим реальность. Реальность есть. Это бытие. Какое бытие? Ну не то, которое было в самом начале. Это наличное бытие. Реальность. Мы рассматриваем реальность, она налицо. Это качество. Только что мы рассматриваем качество, значит мы рассматриваем реальность, она налицо. Наличное бытие. У нас никакого бытия пока другого нет. Нечистое же. Дальше берем отрицание. То же самое. Оно есть. Значит оно бытие. Наличное бытие. Качество. Мы выбрали как бытие. Ну значит оно не чистое бытие. Не самое первое бытие, а наличное бытие. И наличное бытие. И что получается? Определенное наличное бытие. А как так оно вдруг получилось? У нас опять мы получили на выходе некоторые категории, которые все наличное бытие. Различное бытие. Да. Да. Все правильно. Товарищ правильно говорит. Значит мы сняли разность отрицания, реальности, качества и наличного бытия. Это все одно и то же. И мы получаем нечто новое уже. Поскольку это все одно и то же, но уже на некотором более высоком этапе рассмотрения нашей мысли. Соответственно, снялось их различие, их разность. И мы имеем что-то, что нужно назвать и то, что имеет форму бытия опять. Так? То есть мы имеем некое бытие и нам его нужно назвать. Во-первых, это бытие определено. У него есть определенность. Мы его можем найти. Во-вторых, это бытие наличное. Оно налицо. Ну и в-третьих, это бытие. Да. То есть здесь определенность и... То есть отрицание и утверждение. То есть ничто и бытие. Оно как бы уже... Вот оно... Снялось это различие, как различие между качеством, наличным бытием, реальностью и отрицанием. И мы получаем не просто бытие, а определенное наличное бытие, наличное сущее или нечто. И тут надо заметить, что вот это нечто, когда уже в языке, оно отвечает на два вопроса. То есть там, в этом нечто, его отрицание спрятано. Оно прямо спрятано. Какое? То есть это вот определенность. Какое? Нечто. Что? Нечто. То есть и бытие, ничто, вот в этом названии, оно... Так вот запрятано. Хорошо. Получили категорию определенного наличного бытия. Налично сущего или нечто. Ну давайте... Нам осталось несколько шагов до категории... Для того, чтобы, как я обещал... Кстати, я анонсировал уже. Поэтому назад пути нету. Анонсировал то, что мы дойдем до изменения. Но давайте сделаем 5 минут перерыв. И после перерыва... Узнаем, что все течет, все изменяется. Продолжаем. Значит, продолжаем мы всегда с того, на чем мы закончили. А закончили мы тем, что мы получили определенное наличное бытие. Наличное сущее или нечто. И рассмотреть нам теперь нужно то самое нечто. Нечто... Знаю, что оно выступает как бытие. Но нечто... Так же в себе есть становление. Но и, соответственно, в нечто есть ничто где-то. Нам надо рассмотреть нечто. То есть нам надо рассмотреть бытие по отношению к ничто. Есть нечто. А ничто – это просто иное. Ну, другое, можно говорить. Иное или другое. Значит, нечто по отношению к самому себе – это просто бытие. Нечто по отношению к ничто – это иное. Другое. Мы рассмотрели. Значит, получили у нас, у нас получается нечто. И есть иное, как просто рядом положенное. То есть нечто – не иное. Иное – не нечто. Теперь рассматриваем иное. Иное по отношению к самому себе. Ну, да. И здесь неважно, когда мы рассматриваем... Давайте еще с нечто остановимся. Вот нечто по отношению к ному, мы когда рассматриваем, неважно, что брать за нечто. То есть они просто вот здесь рядом положены. Иное нечто – значит противоположное иное. Их можно поменять местами. То есть они абсолютно... Они друг по отношению друг к другу, только иные. Теперь рассматриваем иное. Значит, мы рассмотрели нечто по отношению к самому себе, нечто по отношению к иному. Иное – просто само по себе. Иное по отношению к самому себе – это нечто. Ну, то же самое, что нечто. А вот теперь нам надо рассмотреть иное по отношению к иному. Что такое иное-иного. Задаться вопросом, что такое иное-иного. И здесь мы приходим к мысли о том, что иное-иного, поскольку начальное иное – это то же самое, что нечто мы только что сказали, иное-иного есть иное. И здесь, вот в этой фразе, в этом рассуждении заключены две мысли, которые нам нужно разобрать. Первая мысль. Иное-иного есть иное. То есть, иное-иного есть то же самое иное. Вторая мысль. Иное-иного есть иное, то есть другое. То есть, одновременно мы высказываем две мысли, что иное есть само иное и другое. Иное по отношению к иному. То, что мы рассмотрели для иного, верно и для нечто. Потому что мы в самом начале сказали, что неважно, что называть нечто, а что иным. Значит, получается, что при таком рассмотрении у нас всякое нечто, которое мы рассматриваем, есть нечто, равное самому себе и одновременно неравное самому себе. Изменяющееся. И вот в этот момент мы приходим к мысли о том, что просто абы какого нечто не бывает, а бывает только изменяющееся нечто. То есть, когда мы говорим о нечто, мы всегда имеем в виду нечто изменяющееся. Ну и давайте сразу же зафиксируем здесь два момента этого изменения. Момент равенства с собой есть момент в себе бытия, а момент неравенства с собой есть момент бытия для иного. Ну и когда мы говорим про изменения, про категорию изменения и про категорию изменяющегося нечто, то это изменение, как мы говорим, все категории можно применить ко всему. Ну и, соответственно, все является изменяющимся. И это изменение здесь надо понимать в многообразном виде, его можно представлять. Например, механическое движение, просто я потихоньку перехожу к ответам на вопросы зрителей наших и обучающихся заочно. Там, когда, товарищи говорят о категории изменения, иногда разделяют категорию, скажем, механическое движение и категорию изменения. Как будто это что-то разное. Когда я двигаюсь, это один из вариантов изменений, просто изменения в пространстве. Механическое движение – это тоже изменение. То есть любое движение вообще изменение. Развитие – это изменение. Когда мы будем говорить о категориях развития, то это тоже изменение. Вот эта категория изменения, она является, окажется, что потом она, эта категория, очень важная. И, с одной стороны, с другой стороны, ее, она не имеет никакого здесь окраса. Ни позитивного, ни негативного. И здесь мы как раз можем вспомнить, такая связь здесь интересная просматривается. Если вы помните, в 90-е годы как раз были такие товарищи, которые прямо читали песню, как же его зовут, Виктора Цоя, что ли, который требовал перемен. Он там пел, что перемен требует наши сердца. И как бы считалось, что это прямо такое позитивное требование, перемен требует наши сердца. А оказывается, что мы знаем, что эта категория, она изменения, она применима ко всему. Соответственно, перемены, они могут быть как худшему, так и к лучшему. Да вообще все есть изменения, все изменяется. Поэтому выставление такого лозунга, что мы требуем перемен, если бы товарищи немножко с диалектики были бы на «ты», а не на «вы», то я думаю, что этот лозунг, который был действительно одним из лозунгов фактически разрушения Советского Союза, ну, по крайней мере, у меня такое ощущение сложилось, что мы требуем перемен, вот сейчас будут перемены, и они обязательно что-то нам принесут. Но они принесли, соответственно, эти перемены. Вот они перемены, кушайте, дорогие товарищи, на здоровье. Опять возвращаемся к тому, что мы только что в философском плане вывели любое нечто изменяющееся, и абы какие изменения, они, их можно всегда найти в любом нечто. Вот такое несложное рассуждение о применении философских категорий к реальной жизни. Что показывает, что, вообще говоря, философию, если вы изучаете философию, то крупных ошибок, возможно, удастся избежать. Ну, а теперь давайте я потрачу какое-то время на то, чтобы дать свой отзыв на работы, которые поступили в системе дистанционного обучения. И потом мы, может быть, оставим какое-то время на то, чтобы ответить на вообще все возможные вопросы по любым курсам по марксизму. Если таковые будут. Так, Петр Краснов, Окленд, пишет, товарищ Краснов, что чистое бытие фиксирует начальную характеристику бытия. Нет, такого ничего не происходит. Чистое бытие просто есть, и нечего о нем сказать, как и таковым. И вообще, слово «характеристика» – это такая категория, как характер, она появится, когда мы будем рассматривать определения. Но здесь никаких характеристик не надо. И вообще, в философии, кто меньше говорит и лаконичнее излагает, тот и больше философ, считайте. Дальше, товарищ Краснов пишет, качество характеризуется как внутренняя характеристика, идентичная с бытием. Это свойство, которое дает характеристику объекта по отдельным элементам или целиком, ну и так далее. Качество определяется через его признаки. Вот здесь, да, получается, что качество определяется у товарищей из признаки. А, соответственно, дальше, когда мы будем говорить об определении, я сейчас скажу, что такое определение, но мы пока не вывели эту категорию. Определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и существо находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем мытье. И именно так эту категорию определения надо понимать. Прошу прощения. Именно так категорию определения надо понимать, а не так, как ее понимают некоторые товарищи, когда говорят, что определение – это просто набросано в мешок набор признаков или свойств. Напиши, накидали в мешок набор свойств, встряхнули так и получили определение. Вот здесь у товарища то же самое получается, но он так качество определяет. То есть это неправильно, и за этим надо очень следить. Качество – это просто определенность, она одна, их немного. Это определенность взятая, изолирована. Все, ничего более. Но, как я сказал, в целом, всем, кроме одного товарища, я поставил зачет, поэтому я об этом не буду говорить. Как бы я ни критиковал работы товарищей, в целом, что-то правильное они ухватили, что-то прочитали, поэтому зачет получили. Абсалямов Никита Ирикович, город Магнитогорск, пишет «Чистое бытие является началом». Я это часто встречал и сейчас, когда проверял работы, и в прошлом. Непонятно, почему так пишут товарищи. Не «бытие», а «бытие». Моментами становления являются происхождение и уничтожение. Но откуда вы это взяли, товарищи? Либо это какой-то плохой перевод, то ли еще что-то. Но возникновение и прихождение. Бытие, переходящее в ничто, это прихождение. Ничто, переходящее в бытие, это возникновение. Вот два момента становления. Айсен Аскар Анисович, город, поселок Топар, Казахстан, Карагандинская область. Начальная характеристика бытия, пишет товарищ про «чистое бытие». Опять, слово «характеристика» здесь неуместно. Становление как способ разрешения противоречия между тем, что бытие и ничто есть одно и то же, но при этом полностью противоположное друг другу. Это противоречие решается с помощью их непосредственного исчезания друг к другу. Возникающее движение называется становлением. Разность бытия и ничто есть становлением. Разность бытия и ничто не есть становление, во-первых. Становление есть благодаря разности бытия и ничто. Но, опять же, тут товарищ путает и говорит как способ разрешения противоречия. То есть, для того, чтобы категорию становления нам определить, нам нужно знать, что такое противоречие. Противоречие – это категория сферы сущности вообще. Мы там ее встретим. И если уж так говорить о том, что такое противоречие, можно сказать, что противоречие – исключающая рефлексия. И мы запутаемся в простых категориях сферы бытия. Если мы начнем говорить о противоречии, об исключающей рефлексии, мы совершенно запутаемся. Поэтому никакой противоречия здесь примешивать нам не нужно. Дмитрий Олегович Артеменков пишет. Переход из ничто в бытие. Есть возникновение. Не из ничто в бытие. А то получается, что как будто нечто третье. Оно сидело в ничто и перешло в бытие. Из ничто перешло в бытие. Это неверно. На самом деле само ничто переходит в бытие. И так и надо писать. Переход – ничто в бытие, а не из ничто в бытие. Такую же ошибку делают товарищи, когда говорят о категории развития. Это движение простого, сложного, низшего к высшему. А говорят иногда, что это движение от простого к сложному, от низшего к высшему. То есть что-то третье двигается от простого к сложному и от низшего к высшему. Здесь надо быть аккуратным Спалис Артур Викторович Так, пишет про снятие Для того, чтобы что-нибудь отрицать Надо к нему прикоснуться Для того, чтобы что-нибудь отрицать Надо к нему прикоснуться Ну хорошо, да, можно так говорить Качество отрицательное, взятое как положительное Вот пишет товарищ И это правильное высказывание про качество Отрицательное, взятое как положительное Действительно, определенность Это ведь не бытие То есть это же нечто отрицательное Определенность, она имеет форму отрицательного И мы берем ее как положительное В том смысле, как сущее То есть мы изолированно берем, рассматриваем как сущее Но этого недостаточно Нельзя сказать, что просто качество отрицательное Взятое как положительное Мы отрицательное будем брать как положительное Например, в сущности Любую категорию мы будем брать таким образом. А здесь это именно определенно взято, изолировано. Бобкова Людмила Ивановна, Сахалинская область, НГТ, Ноглики. Пишет Людмила Ивановна, что начало должно быть абсолютным. Или абстрактным началом. Здесь не надо путать абсолютное и абстрактное. Кстати, мы об этом сегодня не говорили. Действительно, начало должно быть абсолютным. Но вообще не только начало может быть абсолютным. Что такое абсолют? Кто-нибудь может сказать? Что такое абсолютное? Вот когда говорят, что Бог – это абсолют, в чем имеют в виду? Всеобъемлющие. Ну, всеобъемлющие, так можно говорить, да. Самое могущество. Ну, а что здесь про какое-то могущество? В философском смысле. Что такое абсолютное? Вот если я что-то беру как абсолют. Кстати говоря, я сейчас не вспомню, про какую категорию будет идти речь. Но несколько раз в науке логики Гегель так и пишет. Теперь вот возьмем это как абсолютное. Содержащие в себе все категории. Нет. А любая категория содержит в себе все предыдущие. Значит, абсолютное – это просто взятое без опосредствования. То есть, ничем не опосредствованное. Вот если мы берем нечто и рассматриваем… Так вот, мы делаем такое предложение. Как будто рассматриваем без всякого опосредствования. И мы, значит, взяли это как абсолют. То же самое, когда говорят про Бога, имеют в виду в этом смысле. Что он ничем не опосредствован. То есть, ничего его не опосредствует. И в этом смысле он абсолют. То есть, это такая просто игра слов. Здесь никакого содержания. Вот как говорят, о, это абсолют. Ну, да, это абсолют в том смысле, что мы взяли его как данность без всякого опосредствования. Вот и все. Опосредственно что это получается? Опосредственно это значит, что все категории, кроме чистого бытия, они опосредственны предыдущими категориями. Но мы можем взять категорию становления, мы можем ее рассмотреть как абсолют. Мы можем ее рассмотреть как абсолют, если мы забудем на некоторое время, что эта категория выросла или появилась из бытия и ничто. Но мы можем даже сказать, что возьмем становление как абсолют. Это значит, что мы в нашем рассмотрении просто отрезали так, отсекли это опосредствование. Зачем нам это нужно, непонятно. Но в целом так можно сделать. И тут Людмила Ивановна говорит, что действительно начало должно быть абсолютным или абстрактным началом. Тут как раз оно не или, оно будет и абсолютным, и абстрактным. Потому что как начало оно не содержит все противоречия. Чистое бытие не содержит все противоречия. Поэтому оно будет и абсолютным, и абсолютным, и абстрактным. Но здесь, кстати говоря, есть такая тонкость. Мы говорим, что чистое бытие не имеет никаких определенностей. И тут сила диалектики проявляется, если вы подумаете об этом. Что это значит? Это значит, что оно ничем не опосредственно, у него нет никаких определений. Ничем оно не опосредственно, это значит, что нам нужно сказать, что оно не этим не опосредственно, не этим, не этим, не этим, не этим, оно пустое от всяких опосредствований. И вы заметили, что я про чистое бытие как-то уже много всего сказал. То есть, на самом деле, можно сказать, что определенность его является тем, что оно от всего отталкивается. То есть, это и является определенностью чистого бытия. Есть такой тонкий момент. Дальше. Людмила Ивановна пишет про момент остановления. «Сстановление – такое движение, в котором чистое бытие и чистое ничто различны». Это правильно. «Но таким различием, которое столь же непосредственно растворилось». Это тоже правильное высказывание. «Чистое бытие и чистое ничто есть одно и то же. Их истина – есть движение непосредственного осуществления одного другого». Все правильно. Не знаю, почему я бы делал себя. Все верно. Азадбек Аклбекович Бекмаматов, прошу прощения, пишет нам, товарищ, про качество. Кто пишет, что это определенное, взятое без бытия, абстрактно, само по себе. Но не без бытия, а просто взятое изолировано. Так более точно сказать. Ратмир Бектемиров отвечает, товарищ, на первый вопрос. И пишет, потому что с чего-то должны начать… Почему начало – чистое бытие? Потому что с чего-то должны начать. Поэтому берется единственная категория, которая может быть абстрактной. Чистое бытие. Как мы уже выяснили, чистое бытие – это не единственная категория, которая абстрактна. Чистое бытие – абстрактная категория. Чистое ничто – абстрактная категория. Бытие – абстрактная категория. И ничто – абстрактная категория. То есть, чистое бытие – это не единственная абстрактная категория. Это надо помнить. Так. Илья Викторович Белинцев. Тоже у него переход из ничто в бытие. Про снятие товарищ пишет. Говорит, это переход из категории в более содержательную категорию, включающую в себя все предыдущие категории. Снятие – это не переход все-таки. И не в более содержательную категорию. Почему вам не нравится гигелевское определение снятия как отрицание с удержанием? Белянов Сергей Сергеевич. Алтайский край. Город Барнаул. Чистое бытие невозможно разложить на какие-либо составляющие. Отсутствуют любые предпосылки. Но здесь как раз товарищ пытается указать, что чистое бытие – это абстрактная категория. Абсолютная категория. Это абсолют. Оно берется как ничем неопосредственно. Так. Чистое бытие, переходящее в чистое ничто, является прихождением. А ничто, переходящее в бытие, есть возникновение. Неправильно. Бытие, переходящее в ничто, есть прихождение. А ничто, переходящее в бытие, есть возникновение. Про чистое бытие и чистое ничто в становлении никаким образом не указывается. Таким образом образуются два противоположных движения, становящихся моментами становления. Они не становятся моментами становления. Мы различили общее движение, и в нем мы различили два противоположных движения. И назвали их моментами. То есть мы сначала добыли становление как одно движение. В этом движении мы различили два противоположных движения, назвали их моментами и указали, что это за моменты. Моменты не становятся. Андрей Валентинович Богданов. Гегель взял за начало чистое бытие. Не только Гегель взял, а кто бы на месте Гегеля не был, он неизбежно должен был бы взять за начало чистое бытие. Для тех, кому не нравится бытие, Гегель в своей науке-логике рассмотрел возможность альтернативного начала. Ничто, из которого в процессе дальнейших рассуждений выводится бытие. Обе эти категории абстрактные лишены истинности в отсутствии своей противоположности. Не в отсутствии своей противоположности, а взятые односторонне. Истинно их будет становление. Это правильно. Ну и мы обсуждали сегодня, почему если мы пытаемся ничто взять, пустоту взять за начало, про нее точно так же можно сказать, что она есть, поэтому ее что-то опосредствует. А именно чистое бытие. Просто есть. Герман Шамильевич Богоманов пишет. Становление – это движение исчезновения бытия в ничто. Движение исчезновения бытия в ничто. И ничто в бытие. Да, тут у меня прихождение. Значит, к товарищу у меня замечание только по поводу орфографии. Да, и почему-то некоторые категории товарищ пишет большими буквами. Непонятно почему. А некоторые не пишут. Странно. Так. Станислав Борисов. Противоположное движение, пишет товарищ, в скобочках противоречия одного целого являются моментами этого целого. Нет, просто противоположное движение в одном движении являются моментами. Противоречия здесь пока никакого нет. Противоречия – это более сложная категория. Максим Сергеевич Бунтин. Рассматривает Максим Сергеевич категорию становления. И опять у него получается противоречие. Противоречия никакой не получается. Воронкова Любовь Баталовна. Город Волгодонск, Ростовская область. Пишет Любовь Баталовна. Почему начало чистое бытие? Мысль о чистом бытии, как о единственной истине впервые, высказали элиаты. И если они такое высказывали, в чем я сомневаюсь, они были неправы. Чистое бытие – не истинная категория. И если они уж высказывали такую мысль, то она была неверная. Момент остановления. Бытие – неопределенное, непосредственное – есть чистое ничто. Неправильно. Нельзя различить. Можно так сказать, что если мы берем чистое ничто, то есть чистое бытие, то и чистое ничто, то их различить нельзя. Неважно, что чистое бытие, а что чистое ничто. Но то, что бытие – есть чистое ничто, так говорить нельзя. Габдрахимов, Р.Р. Город Казань. Пишет товарищ. Качество – непосредственное, определенное бытие. Изолированное, совершенно простое. Непонятно. Качество – это определенное, взятое, изолированное. Юрий Юрьевич Голощапов. Есть два момента становления, пишет Юрий Юрьевич. Чистое бытие и чистое ничто. Товарищ как-то замер на чистом бытие и чистое ничто, а до бытия и ничто не дошел. Гаухар Кубеновна Датхабаева пишет… Да, здесь у меня одно замечание, только к товарищу, что… Да, она пишет, что качество – это определенное наличное бытие. Это неправильно. Качество – это определенность, взятое, изолированное. Дубинин Алексей Александрович, город Ростов-на-Дону. Начало, а точнее основание науки должно быть всецело непосредственным, то есть основанием. Какими-то основаниями должно быть основание науки. Мы изучаем то, что нужно взять в качестве начала, то есть что нужно взять в качестве начала, как ни разу этого результата. А основание – это вообще категория, которая встретится точно так же в сфере сущности. Из какой категории основания и основанного возникнет? Кто-нибудь может сказать? Что разрешается в основании? А тут товарищи противоречия используют в эту категорию. Противоречие разрешается, и оно разрешается в основании. Это мы будем говорить на следующем занятии по науке и логике. Но в целом основание здесь совершенно, категория совершенно лишняя, она не про то, просто не про то. Елизаров Алексей, Московская область, город Пушкино. Моменты становления, момент перехода бытия в ничто и ничто в бытие с сохранением полученных знаний. Моменты становления – это бытие, переходящее в ничто, движение бытия, переходящее в ничто и ничто, переходящее в бытие. Их можно назвать. А при этом сохранение полученных знаний никакого не происходит. То есть, когда понял, что ничего не знаю о предмете, но знаю, что он есть, в бытие перешло ничто. Когда изучил первый закон, ничто перешло в бытие. Этот процесс и есть момент становления. То есть, первый момент становления в изучении этого предмета, по всей видимости, товарищ. Ну, товарищ пытается привести какой-то пример. Возможно, ну, и пример можно привести, потому что в категории применима ко всему. Но я вот хочу сказать, что становление – это не процесс. А что такое процесс, товарищи? Вот, кстати, кто-нибудь может сказать? Движение, связанное со временем каким-то образом. Изменение во времени, да. То есть, процесс – это что-то, связанное со временем. В становлении, в первых этих категориях времени вообще нет. Никакого понятия времени нет. То есть, нельзя говорить о процессе перехода бытия в ничто. Так нельзя говорить. Андрей Эдуардович Запольский. Начало есть развитый результат. Начало есть развитый результат. Не развитый результат, а развитие движения простого к сложному. Да, низшего к высшему. Но начало есть не развитый результат. Не наоборот. И товарищ вот пишет, да. Все категории почему-то пишут с большой буквы. Вот здесь просто, товарищ. Там кто-то писал просто большими буквами, но некоторые категории. А здесь прям все категории с большой буквы. На что вы намекаете, товарищ? Тут как-то надо определиться. В русском языке пишут имена с большой буквы, но имена людей, например. У категории нет имен. Это название все-таки. И некоторые товарищи, когда упоминают Бога, пишут с большой буквы. Так вот, на что вы тут пытаетесь намекнуть. Не пытаетесь ли нечто божественное внести в абсолютно материалистические категории? Надо как-то аккуратнее здесь быть. Так, иноземцев. Вячеслав Олегович. Изменение – это одновременное равенство с собой и не равенство с собой. Это правильно. То есть внутреннее движение, развитие объекта. Да, вот здесь товарищ говорит, что это внутреннее. Это не обязательно внутреннее. Вот просто движение механическое – это тоже изменение. Точно такое же. И как бы оно не внутреннее совсем. Движение – это просто равенство с собой и не равенство с собой одновременно. Изменение – это равенство с собой и не равенство с собой. Да, и вот, то есть остается уже объект, тем же объектом, но и одновременно с тем становится не равен сам себе, приобретает новые свойства. Опять, категория свойства – это категория сферы сущности. Будем свойства, что такое свойства изучать в сфере сущности. Никакие новые свойства не приобретаются. Равенство самому себе и не равенство самому себе. Две простые мысли. Чем короче, тем лучше. Евгений Андреевич Калюх. Да, в становлении есть два момента – происхождение и уничтожение. Откуда вы это берете? Непонятно. Да, и вот товарищ, которому я поставил незачет, и не буду его называть, чтобы, так сказать, товарищ, я надеюсь, исправится и напишет ответы на вопросы правильно. Получается следующее. Пишет товарищ, почему начало – чистое бытие? Потому что человек рождается без сознания. Интересно. Моменты становления ответа – в момент рождения. Снятие ответа – принятие. Качество ответа – оценивание. Изменение ответа – текущее и вытекающее. Граница ответа – зона комфорта. Предел и дожествование ответа – представление. Истинное бесконечно ответа – если есть противоречия. Количество ответа – знания. В общем, да, и мера – ответ – предел. И в этих фразах я не нашел ни одного правильного утверждения. Поэтому зачет, к сожалению, не смог поставить. Хотя я хочу сказать, что я очень лоялен при поставлении зачета. То есть, когда на экзамен я еще могу тут немножко быть злобным, ну, в хорошем смысле этого слова, то я предлагаю товарищу, который, безусловно, понимает, что о нем идет речь, написать ответ, изучив хотя бы одну категорию – чистое бытие. Напишите «чистое бытие», почему оно чистое, или становление. Какие моменты становления. И этого будет достаточно на зачет. Сергей Владимирович Кондратьев пишет «Становление-происхождение и уничтожение». Обсуждали уже сегодня. Денис Юрьевич Коновалов. «Снятие» пишет Денис Юрьевич. «Отрицание с сохранением качеств как в подчиненных моментах нового целостности или системы». Я думаю, что вот это списано с какого-то словаря. Потому что вот этот системный подход – есть целая, есть система, есть внешний, там, как они называют, внешний контур или что-то еще. Это вот чисто из словечки, из системного подхода. Диалектика и системный подход – это в корне отличающиеся методы. Системный подход к диалектике не имеет никакого отношения вообще. Значит, снятие – это отрицание с удержанием. Просто мы отрицаем и тут же что-то удерживаем. Причем удерживаем все, что было до этого. А тут получается, что вы пишете с сохранением качеств. Как подчиненные моменты нового. То есть, они какие-то моменты нового. Почему-то они подчинены. Кто кому подчинен? Непонятно. Это лишнее. И к снятию отношения не имеет. Так, ну вот, товарищи, я думаю, что мы сегодня в целом на данный момент рассмотрели основные ошибки товарищей, которые делали в ответах на вопросы. Мы рассмотрели практически все вопросы, которые были поставлены. То есть, товарищи могут понять, что они написали правильно, что они написали неправильно. Сами оценки непосредственно я в СДО так или иначе проставлю. Просмотрю все работы. Но не обещаю, что это будет прямо скоро. Поэтому давайте рассмотрением вопросов сегодняшнего семинара мы закончим. А если у товарищей присутствующих есть какие-то вопросы, любые вопросы по марксизму, то я на них готов ответить. Или там, если кто-то в онлайне есть вопросы, то я на них готов ответить. Вопросы, товарищи? Да, вопрос от Александра Петрова. Вопрос ли это? Почему не назвали первую истинную категорию становления, а не чистое бытие? У Попова в социальной диалетике чистое бытие названо абсолютной истиной. Значит, истинная категория, абсолютная истина, я думаю, что у Попова, когда он говорит про абсолютную истину, он имеет в виду... Сейчас, давайте подумаем. Значит, абсолютная истина все-таки это единство истины. Про абсолют мы говорили, абсолютно это взято без опосредствования. А то, что это категория истина, то это мы проговорили, опять же, что категория нестина. Что имеет в виду Михаил Васильевич, говоря про абсолютную истину, я сейчас, скорее всего, сказать не берусь. Но чистое бытие не истинная категория, это точно. И у Гегеля вы это можете найти. Так, вопрос от Натальи. Как вы относитесь к трактату, а не бытии Арсения Чанышева? Там все по Гегелю. Правильно ли выводы делаются в трактате? Значит, если там все по Гегелю в этом трактате, я этого Арсения Чанышева? Да, Арсения Чанышева. Арсения Чанышева я поздравляю, но можно, как бы, у товарищей есть выбор. Читать либо Арсения Чанышева, либо Гегеля. Ну, как бы, я-то свой выбор сделал. Поэтому я Арсения Чанышева не читал и не понимаю, зачем его считать, если есть Гегель с наукой логики. Вот, когда во времена Энгельса, конечно, Арсения Чанышева не было, но вот Энгельс считал, что наука логики – это компендий. Компендий. Единственные компендии диалектики. То есть, прямой путь – кратчайшая дорога. Если мы хотим изучить диалектику, идя по прямому пути, надо изучать науку логики Гегеля. Может быть, кто-то пытается пройти через этот кратчайший путь, читая Арсения Чанышева. Но я рекомендую вслед за Энгельсом читать науку логики. Что-то не совсем по теме. По нашей теме? Не совсем по нашей теме. Ну, по марксизму? Да, конечно. Не, по марксизму. У нас сейчас мы отвечаем на любые вопросы по марксизму. Да. Любые совершенно. Джулия Робертс. Почему в цели социалистического производства заложено всестороннее развитие всех членов общества? Как производство может всесторонне развивать человека? Отлично, что нам Джулия Робертс задает вопрос. Видите, даже известные актрисы интересуются марксизмом. Так или иначе. То есть, марксизм уже распространяется в самых высоких кругах. В самых высоких кругах. Значит, цель социалистического производства заключается в том, чтобы обеспечить полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Производить можно с разными целями. Вот, когда мы говорим о социалистическом производстве, цель у него вот такая. Обеспечить это всестороннее развитие и полное благосостояние и всестороннее свободное развитие всех членов общества. Значит, если вы говорите, как производство может обеспечить эту цель, то мне, честно говоря, это странно. Развитие – это движение простого к сложному. То есть, обеспечение с точки зрения человека, вот этого развития простого к сложному, оно может быть только при помощи производства. Для того, чтобы человек развивался, любой человек развивался, должно быть производство материальных вещей. То есть, человек должен кушать, ему он должен где-то жить, он должен что-то на себя надевать и так далее. И это все обеспечивается исключительно материальным производством. Ничем другим это обеспечено быть не может. И только при социализме производство подчинено именно этой цели. При всех других способах производства цель производства иная. Но мы говорили, какая она, поэтому я не буду повторяться. – Вопрос тогда, вытекающий из предыдущего. – Из Джулии Робертс. – Да, из Джулии Робертс. – По Марсу производительный труд – это только тот, который происходит при производстве материальных плат, или который приносит прибыль капиталисту? – И следующий вопрос, тоже вытекающий из этого. Можем ли мы прибавочную стоимость у работников непроизводственной сферы только? – Нет, не можем. Значит, по Марсу стоимость создает только производительный труд. То есть труд – это труд по производству вещей, непосредственно направлен на производство вещей. Производится стоимость и прибавочная стоимость, соответственно, только рабочими. То есть теми, кто заняты непосредственно в материальном производстве. Только ими производится стоимость. А вот прибыль может быть произведена и непроизводительным трудом. И это Маркс объясняет. Что такое прибыль? Прибыль – это превращенная форма прибавочной стоимости. То есть, прибавочная стоимость развилась в такую форму, форму прибыли. И прибыль уже может приносить, скажем, Маркс привозит пример певички, по-моему. Которая поет на сцене, занимается совершенно непроизводительным трудом. Но прибыль капиталисту от этого она приносит. Но прибавочной стоимости она не производит. То есть, вот эта прибыль, которая для капиталиста, который нанял эту певичку, он воспринимает ее, как будто эта певичка произвела эту прибыль. На самом деле, это превращенная форма прибавочной стоимости, произведенной какими-то рабочими в материальном производстве. То есть, надо различать прибавочную стоимость и прибыль. Это не одно и то же. Это разные категории. Ну что, еще вопросы будут? Да, конечно. Ну там, я смотрю. Сейчас еще какой-нибудь. Роберт Де Ниро потянется. Нет. Вопрос от диалектического материализма. Как? У Строговича формальная логика соотносит формальную логику и диалектику, где каждая из них применима в разных сферах. Считаю иначе. Диалектика включает в себя формальную логику. Как считаете? Правильно вы считаете. Не знаю, кто такой Строгович. Если он такой чушь говорил, то зачем его читать и слушать? Правильно вы считаете, что формальная логика включается в диалектику. Диалектика включается в формальную логику. Все переходы в диалектике, они основаны на формальной логике. Но когда диалектика встречает противоречия, она не поднимает лапки и говорит, что все, приплыли. А идет дальше, изучает это противоречие. Потому что все в жизни, в материальном мире противоречиво. Все. А формальная логика противоречия не может изучать. Она изучает их односторонне. То есть берет одну сторону этого противоречия. И при помощи формально-логических законов, при помощи формальной логики, его можно изучать. Но как только формальной логике мы встречаем с противоречием, как вы знаете, если в математических доказательствах берут некое утверждение, потом делают формально-логические выводы и говорят, если мы пришли к противоречию, это означает, что исходная посылка была неверна. И все, на этом заканчиваем. На этом заканчиваем. А на самом деле противоречия надо изучать, и диалектика этим занимается. Если говорить, скажем, в математике формально-логического метода достаточно, то когда мы выходим на изучение непосредственно природы, общества, там, где все противоречиво, без диалектики никуда. Советы – это единственная, возможно, организационная форма диктатуры протелитриата? Советы – это единственная известная форма диктатуры протелитриата. Она единственная известная. И заметьте, тут важно в том, что ее не вывели научно. Сама жизнь ее вывела. То есть, советы в Иваново родились самой жизнью. То есть, сама материальная жизнь родила эти советы. И только потом их смогли эту форму разглядеть. В частности, Владимир Ильич Ленин разглядел эту форму. Возможно, мы не можем говорить наверняка, но возможно, какой-нибудь другой рабочий класс в другой какой-нибудь стране даст другую исторически сложившуюся форму диктатуры протелитриата. Но пока известна только одна эта совета. Вот насчет Аполи Зенона, если помните, там были такие Ахиллес и Черепаха. Там, что Ахиллес никогда не догонит Черепаху. Помните эти? То есть, это, видимо, проблема в том, что они пытались разрешить эти Аполи и противоречия метафизические. Ну, формально-логические. Они встречались с этим противоречием, да. И формально-логическим методом тут ничего не получалось. Именно так. Ну что, вопросы есть еще? Есть еще вопросы? Да, конечно. Вопрос от Сергея Касаева. Гиалектически как понять справедливость? Да, это такой вопрос. Значит, диалектически справедливость надо понимать, во-первых. Понимать надо следующим образом, что никакой абстрактной справедливости нет. Это первое, что надо про справедливость хорошо запомнить. Справедливость – это классовое понятие. Она формируется у разных классов. Есть справедливость буржуазная. Ну, поскольку мы сейчас живем в обществе, в котором три класса, у нас эта категория справедливости может быть к трем классам. Есть справедливость буржуазная. Она заключается в том, что если у меня есть средства производства, я удачник. А вы, дорогие товарищи, если у вас средства производства нет, вы неудачники. И это справедливо, потому что я умный, работящий и вообще хороший человек. Это справедливо. И это чисто буржуазное понимание справедливости. Ну, а, соответственно, граждане рабочие, которые гнут на меня спину, они не умные, они, так сказать, тупые и работать не хотят в основном. И это справедливо. Это вот понимание, чисто понимание буржуазной справедливости. И она, кстати, вот, я сейчас утрирую немножко, но именно в таком виде эта буржуазная справедливость закреплена в буржуазных законах. То есть, вот то, что вы видите отражение в буржуазных законах, это отражение буржуазной справедливости. Значит, теперь, что такое справедливость с пролетарской точки зрения? А справедливость с пролетарской точки зрения означает, что эксплуатировать человека человеком, вообще говоря, не очень хорошо. И все люди должны быть равны с точки зрения классовых различий. То есть, пролетарская справедливость заключается в том, чтобы, что необходимо уничтожить все антагонистические классы и классовые различия. И построить полный коммунизм. И это будет справедливо. Вот так понимается справедливость. То есть, это надо хорошо понять. Нет никакой абстрактной справедливости. Ну, и если мы говорим про справедливость с точки зрения мелкобуржуазного, класса мелкой буржуазии, то вы увидите, поскольку положение в производстве этого класса двойственно, оно мечется, то скатывается в пролетариат, то оно мечтает о том, чтобы стать настоящим буржуа. И, соответственно, понимание справедливости – это такой микс с мелкобуржуазной точки зрения, такой микс, который пытается два понимания справедливости двух антагонистических классов примирить. Ну, можно послушать то, что говорят идеологи Коммунистической партии Российской Федерации. Вот это вот, оттуда можно их… То есть, как бы, уничтожение частной собственности не очень, наверное, нужно бы. И там революция, лимит на революции исчерпан. Но эксплуатировать надо поменьше. Поменьше эксплуатировать надо, как бы, товарищи, вот так вот. Вот такой ответ. Еще что-то? Да, вопрос от Александра. Приведите пример момента в нем вытие. Как этот момент способствует в себе бытию, не переходить в бытие для другого? Значит, момент в нем бытия или просто в… Когда мы рассматриваем изменяющееся нечто, в нем есть два момента. Момент бытия для иного и момент в себе бытия. Один момент связан с равенством с собой, другой момент с неравенством с собой. И тут Гегель говорит о том, что момент, поскольку это моменты, они друг с другом связаны. Да, они неразрывно связаны друг с другом. Значит, в моменте в себе бытия есть момент бытия для иного. И вот, значит, в моменте в себе бытия можно различить еще один момент в нем бытия. Или просто в, который противостоит переходу в иное. То есть противостоит вот этому моменту бытия для иного. И этот момент называется «в». А надо что-то там в пример привести. Любое определение будет примером этого момента. Потому что, как мы помним, определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто. То есть рассматривается момент «в». И существо находится в единстве с другим моментом этого нечета в нем бытием. То есть если вы берете действительно истинное любое определение, то это качество, которое будет определять момент в нем бытия. То есть активно противостоять переходу в иное. Мы много раз об этом говорили, но можно вот сказать, можно говорить о том, что если, значит, я там… Ну вот давайте сейчас определение социализма, да. Социализм – это… Ну давайте так, определение коммунизма возьмем. Коммунизм – это общественная собственность на средства производства. И вот эта общественная собственность, вот это качество, именно общественное собственность на средства производства, она активно противостоит переходу в капитализм. Вот этот момент, как раз момент в нем бытия. Потому что если мы утверждаем общественное собственность на средства производства, мы бесконечно отрицаем частную собственность на средства производства. Это именно тот момент, который момент общественной собственности на средства производства, он активно отталкивает в коммунизме иное. А иное для коммунизма – это капитализм. Все. Всем спасибо. На сегодня все. Продолжение следует.